Всем привет! В этом видео буду собирать болтовку из игры Rust. Для этого я немного подлутал ресурсов, а именно древесину, ткань и высококачественную железную руду, которая переплавится в печке в металл высокого качества. Первым делом распечатал изображение винтовки, длина которой составила 81 см. Также распечатал еще одно изображение, с которой буду вырезать детали ножницами и переносить на металл. Из листа бумаги сделал трафарет для ствольной коробки. С помощью баллончика с краской перенес его на лист металла толщиной 4 мм. Затем согнул заготовку через стальной пруд, диаметром 16 мм. Далее вырезал две пластины, которые будут крепиться к началу ствольной коробки. Из металлического пруда буду делать скользящий затвор. Для этого просверлил в нем отверстие под патрон. Столкнулся с проблемой, что кольцо затвора залазит на текстуру ствольной коробки. Так как это не игра и в реальной жизни так сделать не получится, пришлось добавить на начало затвора еще одно кольцо, чтобы болтовка в собранном состоянии смотрелась как в игре. Шарик для ручки затвора взял от подшипника. Шарик для ручки затвора взял от подшипника. Ствол пришлось немного рассверлить под диаметр затвора. Шарик для ручки затвора взял от подшипника. Шарик для ручки затвора. Ручки затвор. Далее приступил к изготовлению цевья. Ствол как и затвор сделан из 16 мм прута. Далее приварил спусковую скобу. Затем изготовил металлические накладки на винтовку. Приварил мушку и прицел. Затем перешел к деревянным деталям болтовки. Дерево мягкое и у меня получилось обточить его обычным канцелярским ножом. С помощью лобзика из доски вырезал приклад. Также обточил его канцелярским ножом и приклеил с помощью эпоксидного клея к болтовке. Древесину на прикладе состарил с помощью металлической щетки и дрели. Затем приступил к покраске болтовки. После того как краска высохла из куска мешковины нарезал полоски, которые нужны для обмотки приклада и цевья. Ну а далее вы увидите готовый вариант. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А на сегодня у меня всё, всем спасибо за поддержку, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok